Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт сообщил долгожданную новость. В Антарктиде начали собирать новый зимовочный комплекс станции «Восток». После окончания подготовительных работ, начавшихся еще в сезоне 2019-2020 годов, строители установили 36 опор будущей станции и начали монтаж горизонтальных балок платформы основания. Напомню, что станция «Восток» одна из старейших на континенте. Она была основана еще в 1957 году, во время второй советской антарктической экспедиции. Это единственная российская антарктическая станция, которая находится не на побережье, а внутри континента. Она расположена рядом с южным геомагнитным полюсом Земли. Это очень важное место для изучения Антарктиды. Обладание такой станции ставит Россию в число ведущих научных держав. Но за несколько десятилетий станция «Восток» пришла в негодность. Она ушла глубоко под снег, а ее износ приближался к 100%. Давно было понятно, что станции необходима даже не реконструкция. Пришло время строить станцию с нуля. Как вы понимаете, строительство станции в месте, где температуры опускаются порой до минус 90 градусов по Цельсию, где господствуют сильнейшие ветра, да еще и на удалении от побережья задача, мягко говоря, нетривиальная. В Антарктиде нет заводов по производству строительных материалов. Там нет лесов, там нет ничего. Все нужно везти с других материков, а потом как-то доставлять в центр Антарктиды. К тому же, хотя наши героические полярники не стали менее героическими, в 21 веке уже кажется излишней борьба их не только над научными проблемами, но и над житейскими. Работа ученых должна быть комфортна и безопасна даже там, где на улице минус 90 градусов по Цельсию. Среднегодовая температура составляет минус 55 градусов Цельсия, а над головой нет никакого озонового слоя. Поэтому недостаточно просто привезти десяток бытовок, нужно что-то современное и высокотехнологичное. О начале работ над проектом нового зимовочного комплекса станции Восток стало известно в конце 2018 года. Его вызвалась реализовывать компания Новотек. Комплекс построен в основном на личные средства главы компании Новотек Леонида Михельсона, но в проекте участвуют и другие частные инвесторы. Общий объем вложений в строительство составит более 4 миллиардов рублей. Было принято решение строить современный модульный зимовочный комплекс безопасный и комфортный. Государство тоже участвует. Оно взяло на себя логистику, выделило 2,8 миллиарда рублей на транспортировку новых модулей из России до станции Восток. Причем для этого пришлось даже создать специальные грузовые сани грузоподъемностью 60 тонн. Их разработали в Санкт-Петербурге. Потребуется несколько десятков таких саней. Новый зимовочный комплекс спроектирован компанией Рэмбол и ОАО «Запсиб Газпром». Он состоит из 5 модулей, 2 служебно-жилых помещения, служебное здание с дизель-генераторными установками и системой очистки и хранения воды. Склад с резервным дизель-генератором и гараж. Длина комплекса 140 метров, ширина 13,5 метров, максимальная высота 17,5 метров. Общая площадь помещений более 1911 квадратных метров. Толщина утепления стен 80 сантиметров. Жилая площадь составляет порядка 1500 квадратных метров. Энергоснабжение организовано с помощью 4 дизель-генераторов мощностью 200 кВт каждый. Плюс есть еще 2 резервные установки такой же мощности. В составе комплекса есть снегоплавильные установки, система водоснабжения и отопления. Новый зимовочный комплекс обеспечит проживание и научно-исследовательскую деятельность 15 человек во время зимовки и 35 человек в сезон. После окончания строительства комплекса в России в Гатчине на опытном заводе строительных конструкций в августе 2020 года его разобрали и отправили в Антарктиду. Тут стоит заметить, что разработка и строительство комплекса в России это самый легкий этап всей этой грандиозной операции. Пока в Гатчине шло строительство, уже тогда на месте будущей новой станции Восток начались работы, которые проходили в течение трех сезонов. Они заключались в послойном уплотнении снежной поверхности для создания качественного фундамента. Вы только представьте, что такое создание фундамента в жутких условиях Антарктики. Но эти работы были выполнены превосходно. Перепад высот на поверхности несущей плиты, определенный по окончании работ с помощью геодезической съемки, составил меньше 10 сантиметров. Но это было только начало. Предстоял сложнейший этап доставки модулей через большую часть планеты в центр Антарктиды. Сначала планировали, что модуль станции доставит в Антарктиду единственный в мире атомный лихтеровоз Севморпуть. Модули были разобраны и погружены на борт в 2020 году. Но случилось непредвиденное. У берегов Западной Африки у него сломалась винторулевая группа, после чего судну пришлось вернуться в Санкт-Петербург. Это сильно задержало и усложнило операцию. В итоге первая часть модулей отправилась к Антарктиде лишь 7 сентября 2021 года на контейнеровозе «Мыс-Дежнев». 15 сентября за ним последовал контейнеровоз Андрей Осипов, а в конце месяца в сторону Антарктиды выдвинулись ледокол капитан Хлебников и танкер Ярослав Мудрый. Монтаж новой станции уже идет. На подготовленном фундаменте строители установили с помощью крана 36 опор станций, высота которых составляет 3 метра. Они позволят зимовочному комплексу оставаться незанесенным снегом в течение многих лет. К тому же это изолирует станцию от основания и тепло от станции не будет плавить лед под ней. Но это только начало. Даже с учетом того, что технически станция полностью готова, она модульная и собирается как конструктор. Но только ее установка займет 4 года. Целых 4 года. Одно только это показывает то, в каких нечеловеческих условиях предстоит работать строителем. Ведь в средней полосе России эти работы заняли бы не более чем пару недель. Напомню, что под станцией под слоем льда в 3769 метров находится знаменитое озеро Восток. Это озеро в течение миллионов лет было изолировано от внешнего мира и развивалось совершенно обособлено. Впервые к нему удалось пробуриться в 2012 году. Тогда были получены образцы воды из озера. Ученые даже заявили об обнаружении ранее неизвестных бактерий в этих образцах. Изучение озера Восток – самая известная научная деятельность станции. Но есть и другие. Например, на станции Восток собирают космическую пыль. Дело в том, что сюда не проникает пыль с континентов. Это одно из самых чистых мест на планете. А значит, почти вся пыль вокруг станции имеет космическое происхождение. От падающих на Антарктиду микрометеоритов. Эту пыль собирают и исследуют. Например, в поисках внеземной жизни. Кстати, сама возможность жить и работать в таких условиях демонстрирует, что теоретически человек способен жить и работать, например, на Марсе, где климатические условия схожие, хотя может быть даже и более мягкие. Да и сама конструкция таких станций после некоторой доработки может служить прототипом лунных или марсианских баз. Впрочем, это уже совсем другая, хотя и не менее интересная история. На этих станциях будут расположены лаборатории, место проживания круглогодичного, автономия. Склад хранения топлива, который будет обеспечивать нахождение наших полярников, предусматривает хранение 6 тысяч топлива. То есть, это возможность автономно находиться длительный промежуток времени на станции и работать. У нас это очень важно знать, потому что сейчас можно говорить об изменении климата, можно говорить о каких-то циклах погодных, природных и так далее, но чтобы знать достоверно, надо изучать историю глубиной больше тысячи лет, что мы и будем делать обязательно этой станции. Чтобы вы понимали, от кромки льда до станции прогресс 12 километров и еще полторы тысячи километров по льду до станции восток. И наша задача сделать три рейса до февраля месяца, потому что в феврале месяце аномальные температуры меньше 55 градусов. А что вы думаете по этому поводу? Пишите пожалуйста в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал.